Участники научной конференции в Анадре обсудили вопросы сохранения языков коренных народов на разных территориях. Со своим докладом по этой теме выступил научный сотрудник Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, представитель из Якутии Вячеслав Шадрин. Эта территория уже добилась серьезных успехов в сохранении языкового многообразия. Изучать родной язык нужно с малых лет, считает научный сотрудник Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, сибирского отделения РАН Вячеслав Шадрин. Важность регионального компонента в структуре системы образования он уделил особое внимание в своем докладе о проблемах и перспективах сохранения языков коренных малочисленных народов республики Саха-Якутия. Вводя родной язык в каждый предмет, даже физику и математику, педколлектив Зырянской школы получил неожиданные для себя результаты в плане изменения отношения детей к своей идентичности. И у нас так получилось, что даже наши дети, которые якуты, которые в нашей школе учились, но которые тоже не знали якутского языка, они при поступлении тоже везде потом говорили, там в общежитии живя, что они тоже якуты, понимаете. Тоже вот, я поэтому говорю, как ресурс адаптации стал своеобразным вот в этой вот системе взаимоотношений. Это, знаете, я считаю это определенным показателем в том числе своей идентичности. В Якутии проживает около 40 тысяч коренных малочисленных народов Севера, что является одним из самых высоких показателей в России. По данным статистики, если в 70-х годах 60% юкагиров считали юкагирский язык родным, то в 2010-м меньше четверти при их общей численности в 1281 человек. Что же касается чукотского языка в Якутии, то его сейчас можно услышать в основном от представителей старшего поколения, проживающих в селе Колымском. В республике действует программа сохранения и развития государственных языков русского и якутского и пяти официальных – ивинкийского, эвенского, юкагирского, долганского и чукотского. Ее финансирование в этом году составило 56,5 миллионов рублей. С 90-х годов присуждаются премии главы региона в области сохранения и развития второй группы языков. Между тем, есть болевые точки. Официальный статус языков предполагает знания каждым муниципальным служащим официального языка. «Но мы улыбаемся, и для нас это фантастика», – говорит докладчик. Следующий вызов – подушевая оплата труда педагогам. С 2018-го были введены федеральные государственные образовательные стандарты. Отсюда и сокращение часов на родные языки. Сейчас они изучаются только в 18 детских садах Якутии. А в 90-х их численность доходила до 42-х. И только в 21-й школе. При том, что компактно проживают аборигенные народы в 70 населённых пунктах. Другой вопрос – кадровая политика. Все эти вопросы подробно осветил в своём выступлении для своих слушателей Вячеслав Шадрин. Хочется отметить то, что всё-таки у наших соседей очень сильная наука. Потом, наверное, они чуть-чуть богаче нас, и поэтому больше средств, наверное, мы не знаем, выделяются на различные проекты. Вот у нас тоже выделяются средства, гранты. Ещё один вопрос стал общим для многих национальных территорий. Принцип добровольности ударяет именно по родным языкам. Потому что если бы у нас этот принцип добровольности сопровождался, что класс может делиться на группы, и на это будет финансирование, тогда да, другое дело. Но на это-то нет денег. С одной стороны, вроде и условия есть, но у самих родителей, получается, нет потребности в этом. Относительно юг кагирского языка радуется докладчик. Добили, чтобы его изучали все и сдавали экзамен по нему тоже все. Отсюда и хорошие результаты. Вот ещё несколько из многих позитивных моментов. Для поступающих учиться в Северо-Восточный федеральный университет, у кого в аттестате есть предмет родной язык, бонусом даются три балла. Как и то, что сохранена единая тарификационная сетка. Работают Республиканская школа Арктики и Международная арктическая школа, где ведутся языки коренных народов Якутии. Этот опыт, по мнению участников конференции в Анадрии, могут перенимать и другие регионы. Тамара Карави, Ярослав Сертун, Вести, Чукотка.